здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию изготовление в домашних условиях вот таких всевозможных головок она съемная снимается довольно таки легко с нашего колечка как вот вы видите и так же одевается значит в чем особенность этой головки рассказываю вам мы ее можем изготовить с вами как огруженной так и не огруженной поэтому исходя из этого она довольно таки у нас универсальная за основу вы можете дома для себя взять вот как я обыкновенную вот такую джиговую головку изготавливается матрица очень просто я взял кусочек пластилина но это при условии если вы будете изготавливать одну-две сколько вам необходимо допустим в день если вам необходимо изготавливать большее количество желательно конечно использовать для матрицы вот такого такого класса силикон который хорошо облегает тело и дает более качественную отливку можно использовать все возможные материалы для изготовления поэтому вы можете пробовать как вам будет удобно значит что я сделал взял вот такой кусочек просто пластилина расплескал его так чтобы была хорошая однородная у меня масса беру свою формочку коту вернее головку которую я буду изготавливать и вот так с предварительно конечно я извините забыл промазать вот обыкновенным вазелином медицинским промазали и стараемся создать максимально возможное вот продавить как вы видите вот так с одной с другой стороны со всех сторон как бы заворачиваем пельмени и хорошо хорошо вот так вот продавливаем чтобы у нас не образовывались пузыречки не воздуха не трещинки ничего образовался в образовалась вот такая непонятная форма ее мы теперь спокойненько берем и придаем ту форму которая нам необходима в верхней части как вы видите все у нас вроде бы хорошо а как вытащить а вытащить еще гораздо проще берем вот так слегка расшатываем нашу конструкцию в нашем пластилине влево вправо влево вправо и аккуратненько вот так начинаем ее вытаскивать так как у нас головка конусная она у нас аккуратненько вот так и вытащилась вот как вы видите и вот это наша матрица с нашей вот вы видите формой подправим ее немножечко она осталась и теперь очень просто я беру обыкновенный материал вот такой как вот такая эбоксидная смола желательно использовать со светлым отвердителем для того чтобы тело было прозрачное или же вот такой любой любую пятиминутку какую вы найдете если вы по каким-либо причинам не нашли 5 минутку и есть у вас старого образца клей это п пожалуйста используйте его и теперь я беру просто-напросто в эту форму заливаю определенное количество эбоксидной смолы беру отрезок ампулки и стараясь так чтобы это у меня вышло по центру после того когда я уже залью сюда эбоксидную смолу вставляю его и у меня готова уже форма с моим материалом залитое можно отставить в сторону и она у меня будет затвердевать но пятиминуткой как вот вы видите вот в моем случае я начал пользоваться ровно через час желательно так чтобы допустим прошло ну хотя бы два-три часа а лучше всего с вечера сделали а с утра начинаете работать теперь в чем заключается еще универсальность и чем она хороша это матрица или форма с которой вы будете отливать если при таком изготовлении головки она у нас имеет вес порядка 1 грамма то мы берем обыкновенный свинец который у нас я думаю всегда найдется дома и обыкновенный напильник на бумажечку вот так на строгали себе этих опилок сколько нам необходимо с кусочков можно взвесить померить сколько вы хотите и после этого в эпоксид очку берете добавляете необходимое количество этой пыли можно свинцовую вольфрам точно так же можно это сделать огрузку и мы как вы видите за счет формы того что у нас низ находится больше вес смещен мы можем переворачивая нашу головку вот допустим как в моем варианте можно будет сняли сейчас я ее одену вот так наоборот и у нас вышло уже не за цепляйка поэтому довольно таки удачная модель долго я примерялся но скажу вам честно она работу которую вы потратите используя допустим силиконовую матрицу или же если вы найдете порошок пхв с дебутил фталатом можно развести его и у вас можете изготовить неограниченное количество для того чтобы вы отливали свои разной формы головки тем более как вы понимаете вот есть на вот таких стримерах больше меньше можно взять воблер любой величины который вы захотите нет у вас допустим под руками подходящего материала возьмите фасоль горошину воткните из нее вы выполните точно так же глазки да конечно здесь вопрос но дело в том что друзья с вами я уже показывал вот как изготавливать разной величины глазки взяли изготовили глазки себе приклеили вскрыли потом лаком и и наша головка вот такая довольно таки привлекательной для любого практически стримера готова если вам была полезная информация пишите благодарю вас за внимание